как заставить мужа любить себя смотрите это очень популярный вопрос как заставить мужа быть богатым знаменитым успешным как заставить мужа слезть с дивана и прочее не нужно заставлять своего мужа ничего делать я регулярно об этом говорю когда вы хотите заставить своего мужчину мужа партнера что-то делать вы из него делаете маленького мальчика вы так скажем кастрируете своего партнера когда вы кастрируете своего партнера он у вас делать ничего не будет поэтому самое главное что вы можете сделать начать любить себя вдохновлять себя идти вперед подниматься и тем самым вы будете вдохновлять своих мужчин да ваша задача быть сексуальной наполненной энергичной кайфовой и тогда ваш мужчина сам захочет встать с дивана любить себя и многого-многого добиваться поэтому не надо из ваших партнеров делать маленьких мальчиков когда вы хотите повлиять на вашего партнера, вы как будто хотите быть сверху, а когда вы хотите быть сверху, партнер просто так оказывается снизу, а когда партнер снизу, вы из него делаете маленького мальчика, и поверьте, такие партнеры не очень любят быть в таких отношениях, они тогда к вам относятся как к матери, и идут себе искать женщину, с которой можно заниматься сексом, как минимум, в лучшем случае, в худшем случае они просто от вас уходят, потому что это невыносимо жить под постоянным прессингом, поэтому, пожалуйста, прекратите пытаться воспитать вашего партнера, вдохновить вашего партнера, вырастить вашего партнера и прочее, займитесь собой, самое лучшее, что вы можете сделать для своего партнера, это быть самой собой, быть манкой, вдохновляющей, яркой и прочее, прочее. Как избавиться от страха чего-то нового? Единственный способ избавиться от страха любого, нового, старого, нового, старого, всякого разного, единственный способ это идти в свой страх, и прекрасное упражнение, прекрасное упражнение, Три раза в день ходите в свой страх Вам что-то страшное сделаете? Страшно записать в сторис? Запишите Страшно сказать? Скажите Страшно, я не знаю, прыгнуть с торзанки? Прыгните и прочее, прочее Как вам идет такой цвет? Огонь Благодарю, благодарю, мой любимый Так, давайте я посмотрю, какие здесь есть вопросики Давайте посмотрим, какие здесь есть вопросики Юленька, ощущение тяжести? Как тяжело дышать в районе солнечного сплетения? Это о чем? Давайте так, солнечное сплетение Оно находится вот здесь, это верхний пресс Сейчас, подождите, да Солнечное сплетение, это вот этот верхний пресс Если у меня здесь дискомфорт Если мне здесь некомфортно, это о чем говорит? Верхний пресс и солнечное сплетение Это третья чакра Манипура Третья чакра Манипура у нас отвечает за наши границы За наши деньги За нашу уверенность в себе Поэтому, если у нас есть какие-то проблемы С солнечным сплетением, первый вопрос Что с твоими границами? Значит, у тебя есть ощущение небезопасности Значит, у тебя есть ощущение того Где ты материально, может быть, выходишь на новый уровень Перестраиваешься Значит, у тебя есть история Где ты начинаешь простраивать себя и свои границы И когда болит солнечное сплетение Очень важно с ним работать Как мы работаем с третьей чакрой С солнечным сплетением? Третья чакра, чакра воли Она качается следующим образом Просто можно качать пресс Когда мы качаем пресс Мы укрепляем чакру Манипура И планка вам в помощь И вы многие знаете, что каждое утро В семь утра мы стоим в планке У кого болит солнечное сплетение? Поднимайте планку планки То есть, если вы стояли одну минуту Начинаете стоять две, три, пять, десять минут Поднимайте планку Как еще качается третья чакра Манипура? Третья чакра Манипура качается любой силой воли Когда вы, например, принимаете решение Не есть после шести Когда вы отказываетесь от, например, сладкого Ну, любая аскеза, связанная с силой воли Она укрепляет ваше солнечное сплетение И вашу чакру Манипура Поэтому, если у вас дискомфорт в чакре Манипура В третьей чакре, в солнечном сплетении Начинайте, пожалуйста, ей заниматься Начинайте, пожалуйста, ее качать Вот То есть, если просто там резюмировать Отвечать на твой вопрос Когда у меня тяжело дышать в районе солнечного сплетения Есть история с нарушением границ Со страхом больших денег Со страхом выстроить свою систему Поэтому начинай это делать И идти вперед Отстаивать себя В третьей чакре живет так называемая волчья энергия Волчица Та самая волчица, которая может за себя постоять Которая может отвоевать себя В третьей чакре Манипура живут деньги Большие деньги То есть, если ты чувствуешь, что ты выходишь на уровень новых больших денег У тебя может напрягаться чакра Манипура И ее обязательно прокачивать Поэтому, когда мы утром стоим в планке Все в 7 утра Кто еще не стоит с нами в планке Все в 7 утра Всем стоять У нас есть бесплатный чат Напишите мне Че, че пью Напишите мне в директ Я вам вышлю ссылку на бесплатный чат Вы спортом занимаетесь? Да, я спортом занимаюсь регулярно 5-6 раз в неделю я занимаюсь спортом Иначе бы я в 39 лет так не выглядела И то, что я могу так выглядеть То, что у меня такая энергия То, что у меня столько силы в теле То, что мое тело достаточно здорово Это благодаря в том числе тому Что я регулярно занимаюсь спортом Почему мужчины любят сильных женщин? Мужчины любят сильных женщин Что значит сильные женщины В твоем понимании, Антон? Мужчины любят успешных, независимых Манких Оргазмирующих женщин А это не сильная женщина То есть женщин, которые самоуверены Да, мужчины любят тех женщин Которые с ним на равных партнерах Когда женщина начинает уходить в роль дочки В роль ребенка начинает ныть Мужчине здесь некомфортно, дискомфортно Ну, в случае, если он не потерял дочку У него нет созависимости Да, если у него нет там абортированной дочки Потерянной дочки То мужчина, на самом деле, любит не сильных женщин А женщин, которая может сама жить без него А та женщина, которая приходит к нему и говорит Я без тебя не могу жить, ты мой папа Конечно, от такой женщины тяжело Он понимает, что от него зависит жизнь другого человека И он, конечно же, пытается от такой женщины Ну, куда-нибудь срулить Поэтому мужчины, на самом деле, любят не то, что сильных женщин Мужчины любят женщин, которые сами могут быть партнерами Независимо от них Да, мужчины любят таких женщин Которые, когда их увидят, в них говорят Женись на мне срочно, мне купить 10 квартир Яхту, еще будет моим папой Понятно? Я бы тебя полюбил Ты можешь меня любить Я буду тебя вдохновлять Я буду очень рада тебя вдохновлять в том числе Давайте дальше я посмотрю вопросики ваши Я бы тебя полюбил Я бы тебя полюбил Муж ворчун Как правильно себя вести? Муж ворчун Почему муж ворчит? Муж может ворчать? Муж может ворчать, когда? Муж может ворчать, когда вы, по его мнению, что-то делаете не так Когда вы, по его мнению, что-то делаете не так, вы играете ему роль ребенка Вот родители очень часто ворчат на своих детей Задайте себе вопрос Почему вы находитесь в отношениях с мужем в детской позиции? Почему вам выгодно здесь быть в детской позиции? Потому как, когда еще раз У нас сегодня прям тема мужско-женских отношений Когда партнеры на равных И с тобой здесь все в порядке Он не будет на тебя ворчать Что ему на тебя ворчать? Он понимает, что тебе без разницы Ворчит он или не ворчит Вот моему ребенку ему не без разницы, что ворчит мама Потому что я делаю уроки Кушай правильную еду У вас мужья ворчуны Потому что вы торчите в детских позициях Когда вы не находитесь в детской позиции Вам фиолетово Вот как моя футболочка Рубашечка сегодня Вам фиолетово ворчит он или нет? Вы вдохновляетесь Вы идете в своей жизни Тогда он на вас ворчать не будет Понимаете? Мой муж всегда ждет, чтобы я ему дарила подарки И все покупала домой на свои деньги У меня уже нет сил Достань просто женщину Девочки мои Вот вы эти вопросы можете мне больше не задавать Я вам сейчас отвечу Я вам прямо однозначно отвечаю Когда вы начнете в отношениях быть женщиной Когда вы, помните, мы говорим с вами все время о биологии В биологии есть твердый, сильный член И влажная, мокрая матка Когда вы станете влажной, мокрой, наслаждающейся маткой На вас перестанут ворчать Вас перестанут воспитывать, поверьте Когда важная, мокрая матка Ему ничего не хочется, кроме того, чтобы раствориться вместе с вами Чтобы вместе с вами вступить в связь И это не только про интим Это про всю жизнь Это когда он хочет быть рядом с вами Когда у него рядом с вами тестостерон поднимается Когда у него эта энергия растет Понимаете? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!